Кто не знает, что такое мир, не знает, где он находится, и тот, кто не знает, для какой цели существует мир, не знает, кто он такой и что такое мир. Послание первого века адресовано тем из вас, кто стремится учиться и добиваться прогресса. Я осторожно кладу это послание вам на колени. Я делаю это без малейшего страха, но это полностью перевернет ваш мир с ног на голову, принесет вам здоровье, богатство, успех и счастье, при условии, что вы поймете и примете это. Помни, что тротил – это взрывчатое вещество опасного действия, поэтому, когда будешь собирать его поближе, обращайся с ним осторожно. На протяжении веков его мощь уничтожала тех, кто пытался злоупотреблять им. Поэтому проявляй большую осторожность, чтобы оно использовалось только во благо. Не злоупотребляй им понапрасну. Это может быть доказано учением Библии, некоторыми устоявшимися законами физики и, что не менее важно, простым здравым смыслом. Прочтите и определите для себя, являются ли доказательства, которые я предлагаю, убедительными сами по себе. Некоторые из вас могут видеть только духовную сторону, другие признают научные истины, а третьи могут воспринимать это просто как практическое средство, которое поможет вам встать на путь успеха. Несмотря ни на что, многие знают истину, и для тех, кто откроет свои умы, свет прольется ослепительно белым сиянием. Я в долгу перед моим старым другом, экспертом по рентгеновским и электрическим высокочастотным аппаратам, который, когда я был мальчиком, экспериментировал с электричеством, привлекло мое внимание к первому разряду мощного тротила, лежащему у меня в кармане. Тогда я еще не знал, что это такое, и не понимал, но, к счастью, оно оставалось там на протяжении всех этих лет. Оглядываясь назад, я понимаю, почему он так и не дал мне понять, что это такое. Он верил в меня и знал, что когда я буду готов принять это, я так и сделаю. На это ушло почти 30 лет, в течение которых я искал и искал по всем дорогам, искал, искал и искал тайну. Все время держи руку у себя в кармане. У меня в кармане лежало несколько штук, до которых можно было просто дотянуться. Однако сейчас я крепко держу их в руках и любезно поделюсь ими. Зная, что при разумном использовании они сметут все препятствия и выправят дорогу, по которой ты хотел пройти всю свою жизнь. Жизнь. В течение многих лет я был сотрудником газеты и часто оказывался за кулисами событий. Я встречался с великими мужчинами и женщинами, брал интервью у известных людей. Естественно, я изучал их и пытался понять, какими особыми качествами они обладают, которые ставят их выше других, но их тайна ускользнула от меня. А потом началась война, и я задался вопросом, почему другие добились прогресса, в то время как я, казалось, был заблокирован в своих собственных амбициях. Однако война действительно научила меня тому, что я могу спать в грязи, есть заплесневелый хлеб и жить, чтобы смеяться над этим. Это часть моей жизни, так что запомни, чему я научился. Это помогло мне нанести старику страху удар в солнечное сплетение, и я верю, что это поможет тебе, надеющемуся найти королевскую дорогу к богатству. Я прочел сотни так называемых книг об успехе, и они ни к чему меня не привели. Я проделал то же самое с книгами по философии и психологии, и все же великая тайна оставалась всего лишь на шаг впереди меня. Я вступил в тайные братские организации в надежде, что смогу найти то, что искал. Однако точно так же, как кусочек тротила, лежащий у меня в кармане, секрет был в каждой книге, в великих орденах, повсюду и фактически прямо у меня под самым носом. Но что-то удерживало меня от этого. Тебе придется самому определить, что удерживает тебя от этого, если ты не получишь этого от подростка. Это действительно так. Если ты не найдешь этого в печатном тексте, загляни между строк, так как я сделал все возможное, чтобы донести это до тебя. После войны я стал членом инвестиционной банковской организации по всему побережью, и в течение многих лет я лелеял настоящую мечту. Как и тысячи других людей работают во всех сферах бизнеса. Я пришел к выводу, что воздушные замки, которые я строил, стояли на неустойчивом фундаменте. Но нечто такое, что перевернуло мир с ног на голову в финансовом отношении, полностью уничтожило мои воздушные замки, и мне стало страшно. Я заблудился в тумане. Куда бы я ни поворачивал, что-то падало на меня. Ты не боишься? Как руководитель организации, мои обязанности умножились, наш бизнес в связи с экономическими изменениями, происходившими в мире, столкнулся с кризисом. И многие люди, не понимающие катастрофы, которая постигла бизнес повсюду, были критически настроены. Все это принесло мне беспокойство и множество бессонных ночей. Я поймал себя на том, что боюсь идти на свою работу, опасаясь, что каждый новый день принесет мне еще больше страданий. Шли недели, а условия жизни становились все хуже и хуже. Я был сбит с толку. Несколько раз я заговаривал о том, чтобы уйти из этого бизнеса, и однажды во второй половине июня 1931 года я принял решение уйти. Я упомянул об этом одной из женщин, с которой был связан в течение нескольких лет, и не увидел в ее глазах ничего, кроме упрек. Ту ночь я пытался уснуть. И снова мне это показалось невозможным. Я несколько часов мерил шагами комнату, как вдруг примерно в 3.30 утра внезапно остановился и сел. Я оказался лицом к лицу с самим собой. Я мог податься желанию убежать и предоставить другим продолжать самим, или я мог остаться и внести свою лепту, это был мой долг, который, как я знал, был моим долгом. Я поймал себя на том, что говорю почти вслух. Правильно, это правильно. Так оно и было всегда. Так всегда было правильно. По-другому и быть не может. Это то, чем у меня учили с младенчества. Внезапно мне показалось, что в моей жизни что-то изменилось. Прямо из воздуха раздался голос, спрашивающий, чего же ты добивался все эти годы? Чему же тебя учили? Чему же ты научился? Куда ты направляешься? Где же ты был все это время? Куда ты направляешься? Я вскочил на ноги и заплакал. Я точно это знаю. Теперь у меня все получилось. Вот в чем весь секрет. Именно этому они и пытались тебя научить. Это тоже королевская тайна. Прямо из воздуха что-то подсказало мне, что я найду эти идентичные слова в книге, которую мне подарили много лет назад и которую я пытался прочесть. Но не смог понять и отложил в сторону. Она была написана великим человеком Альбертом Пайком, мистиком, поэтом и ученым. Схватив книгу с полки, я лихорадочно пробежал глазами по страницам. Там были написаны нужные слова, и я сразу все понял. Теперь у меня был ключ к разгадке. Я мог видеть широкое, гладкое шоссе, а в конце этого шоссе идеальный поток великолепно красивого сияния. Именно по этой дороге ты сейчас и идешь. Каким же простаком ты был. Они пытались научить тебя. Они пытались помочь тебе, но ты держал свой разум закрытым, думая, что только ты один можешь найти дорогу и удержаться на ней. Открой свой разум. Я был почти переполнен чистой радостью от всего этого. Мои страхи и тревоги куда-то исчезли. Я улыбаюсь. Я знал, что был прав, и что с тех пор у меня все будет хорошо. Я спал как младенец. В тот день в офисе царила совсем другая атмосфера. Гнетущие черные тучи, нависшие над нами, начали рассеиваться. Я рассказал женщине с укоризненным взглядом о том, что произошло, и она улыбнулась, понимающей улыбку. Она помогла мне вернуться на правильный путь, и я никогда не смогу отплатить ей тем же. Как сказал один ученый человек, все мы рождаемся со способностью отличать хорошее от плохого и со способностью добиваться чего-то. Но некоторым из нас приходится упираться лбом в каменную стену, разобьем себя в дребезги еще до того, как мы действительно поймем, в чем все дело. Я ударился о стену с ужасающим грохотом, и это было самое великое и прекрасное событие, которое когда-либо случалось со мной. Многие, заметив эту трансформацию, просили дать им объяснение. Я рассказал об этом некоторым своим самым близким друзьям. Зная, что это поможет мне, я передаю это всем вам. С тех пор, как я зацепился за эту тему, эта книга была использована тысячами частных лиц, фирм и организаций. Кроме того, я беседовал и читал лекции лично и по радио еще со многими тысячами людей, и я очень рад сказать, что все без исключения феноменальные результаты были получены благодаря те, кто понял и применил принципы и механику, изложенные здесь, и применил их на практику. Моральный дух всей нашей организации находился на самом низком уровне. Все были обескуражены и напуганы самой необходимостью того, что нам предстояло сделать и с чем нам пришлось столкнуться. Моя работа состояла в том, чтобы делать все возможное, чтобы помочь другому парню, потому что я знал, что это правильно. Сначала я был озадачен тем, какие методы мне следует использовать, чтобы помочь им, но я использовал свою собственную систему взывания к подсознанию. И внутренний голос сказал, что я должен поговорить с их самих. Райт совершенно прав. Некоторые отнеслись к этому скептически, но я сказал себе, я могу доказать, что я прав. И в течение последующей недели я проводил каждый час бодрствования, просматривая книги, которые изучал на протяжении многих лет. Естественно, на первом месте стояла Библия, затем последовали исследования по ягизму, философии древних греческих и римских мастеров, а также более поздних учителей и учеников. Я снова размышлял над медитациями Марка Аврелия Антонина, перечитал закон психических явлений Хадсона, еще одну книгу, суть об этом написал блестящий врач Хейдин, написанный блестящим врачом Хейдином Рочестером. Я снова изучил свои книги по физике, электричеству и по вибрациям света и обнаружил, что я не только оказался прав, как и предполагал, но и что во всех них прослеживаются одни и те же общие базовые принципы. Я перечитал множество книг по психологии и везде находил одну и ту же историю. Впоследствии я процитировал выдержки из них, и вот, о чудо, все пошло своим чередом. Мне снова и снова приходило в голову, что все мужчины и женщины, которые используют эту силу, являются шауменами. Или, выражаясь словами моих газетных дней, хедлайнерами теми, кто попадает на первую полосу. Что-то заставляет их отбросить корзину с бушелями, под которой они прячут свои головы, и они поднимаются над обыденностью. Ты наверняка согласишься, что они могут обладать властью в девятой степени, но если они не станут хедлайнерами, то никогда не займут нишу в зале славы. Из этого вовсе не следует, что они стремятся к газетной рекламе, потому что некоторые из них очень сдержаны, и сама их сдержанность – это шоумены. Другие перенимают определенные особенности характера или используют определенные приемы, чтобы выделиться на фоне своих собратьев. У одних на лице появляется эффектная улыбка, другие хмурятся, а третьи обладают определенным обаянием в манерах. Длинные волосы бакенбарды и бакенбарды играют свою роль, другие носят ниспадающие одежды и характерную одежду. Об эффектности одних свидетельствуют красные галстуки, у других – гетро и наигранные манеры. А где же находится твоя ниша? Многие овладевают искусством ораторского искусства, наукой ведения войны, банковским делом, государственным искусством, политикой и искусством. Но все они выделяются в полном блеске света. Они являются хедлайнерами. Их число исчисляется легионом. Я упомяну лишь некоторых из тех, кто был в истории и в наши дни. Дисмосфен, Нерон, Юлий Цезарь, Христофор Колумб, Клеопатра, Бальзак, Демиупассант, Сэр Исаак Ньютон, Жанна де Арк, Кромвель, Эдгар Аллен П.О., Бенджамин Франк, Александр Гамильтон, Бисмарк, Грэм Белл, Генерал Грант, Силхотс, Прайм Т. Барнум, Клемансо, Китчинер, Вудро Вильсон, Жофр, Сэр Томас Липтон, Фокк, Муссолини, Уинстон Черчилль, Чарльсе, Хьюс, Ллойд Джордж, Махатма Ганди, Рамси Макдональд, Уилл Роджерс, Дуглас Фербенкс, Рузвельт, Генри Форд, Линдберг, Альфрате, Смит, Ленин и Гитлер. Они встречались и встречаются во всех сферах жизни. Я уверен, что Ганди использует эту силу в своих целях, и я думаю, что он является величайшим хедлайнером современности. Вы можете найти много фотографий, на которых он изображен в современной цивилизованной одежде человека, но сегодня и в течение нескольких лет он коротко стригся. Носил набедренную повязку и пару из-за огромных очков. Я не имею права утверждать, что Ганди использовал этот наряд для какой-то конкретной цели. Но я считаю, что он сделал это для того, чтобы привлечь к себе внимание всего мира во имя дела Индии. Я не делаю никаких попыток объяснить, почему те, кто использует эту силу, являются шауменами. Тебе придется самому определить это для себя. Но помни, что город, расположенный на холме, невозможно спрятать, так же, как и люди не зажигают свечу и не кладут ее под бушель. Повторяю еще раз. Великие истины жизни становятся известны только тем, кто готов их принять. Я повторяю, тысячи людей, использующих эту силу во зло, сами навлекли на себя гибель. Мы получаем от жизни именно то, что вкладываем в нее, не больше и не меньше. Когда мы вкладываем в нее добрые мысли, конструктивные усилия и творим добро, мы получаем нечто подобное взамен, ибо чтобы человек не посеял, то он и пожнет. Сейчас мы говорим о детонирующих капсулях. Предупреждающие сигналы уже поданы. Будь осторожен. Истинное величие человека заключается в осознании честной цели в жизни, основанной на справедливой оценке себя и всего остального. На частом самоанализе и неуклонном следовании правилу, которое он знает, чтобы будьте правителем, который, как он знает, является правильным, не беспокоясь о том, что могут подумать или сказать другие, а также о том, делают они или не делают то, о чем он думает, говорит и делает. Это Марк Аврелий Антон. Тысячи да миллионы людей ищут секрет, ключ к здоровью, богатству, счастью, удовлетворенности жизнью и решению своих проблем. На протяжении веков многие мужчины и женщины владели этим секретом. Используя эту силу, я уверен, что ты тоже сможешь овладеть ею, если будешь думать, читая, принимать и применять идеи, содержащиеся в этом документе. Чего же ты хочешь? Куда ты направляешься? Это старая-престарая история, я повторяю одну старую историю. Внизу на дамбе в Миссисипи дремали двое мужчин. Один из них зевнул, потянулся и вздохнул. Это был он. Хотел бы я, чтобы у меня был миллион арбузов. Другой мужчина спросил, «Ральф, если бы у тебя был миллион арбузов, ты бы отдал мне половину из них». «Нет, сэр, не мог бы ты отдать мне четверть арбуза». «Нет, я не отдал бы тебе и четверти арбуза». «Ральф, если бы у тебя был миллион арбузов, неужели ты не отдал бы мне хотя бы десять из них?» «Нет, сэр, нет, я бы не отдал тебе и десяти арбузов». «Неужели ты не отдал бы мне один паршивый арбуз?» «Послушай, Сэм, я бы не дал тебе даже кусочка от одного арбуза, даже если бы у меня был миллион арбузов». «А почему бы и нет?» потому что ты слишком ленив, чтобы загадывать желание для себя. Из этой истории можно многое почерпнуть для себя. Ты поймешь это по мере того, как я буду продолжать. Я полностью отдаю себе отчет в том, что некоторые будут насмехаться над мной. Всегда находились насмешники, которые никогда не добивались успеха. Они никогда не добиваются никакого места в жизни, просто становятся завистливыми, в то время как Министерство здравоохранения или человек, который движется вперед, должны перепрыгивать через них или обходить их стороной. У них в жизни нет ничего, кроме досадной ценности. Некоторые из вас могут отмахнуться от всего этого, как вы делали раньше, как вы всегда будете делать, но для тех из вас, кто заинтересован и все еще хочет учиться. Я обещаю, что вы можете учиться, я обещаю, что вы можете учиться, а затем сделать добивайтесь прогресса сами. Строительные леса никогда не добиваются успеха. Я так понимаю, что нет ни одного умного мужчины или женщины, которые действительно не были бы заинтересованы в продвижении вперед. Но я часто задавался вопросом, нет ли в большинстве из нас какого-то негативного качества, которое мешает нам по-настоящему начать работу. Есть одна поговорка, в которую я свято верю. Если ты в нее веришь, значит так оно и есть. Это просто загадочное высказывание или краткое изложение того, что я тебе даю. Все великие учителя Будда, Конфуций, Мухаммед, Иисус и многие философы учили одной великой фундаментальной идее. Она присутствует во всех религиях, культах, вероучениях и сексе. Везде прослеживается одна и та же общая тема, суть которой, по моим словам, такова. Если ты в это веришь, то так оно и есть. Если ты в это веришь, значит так оно и есть. Если ты в это веришь, значит так оно и есть. Я цитирую из Библии. Как человек мыслит в своем сердце, так он и есть. Как человек мыслит в своем сердце, так он и есть. Если ты в это веришь, то так оно и есть. Обрати внимание на это сходство. Сведи все это к одному слову, вера. Я слышал, как многие, очень многие люди говорили, что день чудес прошел, но никогда в своей жизни я не слышал, чтобы мыслитель, студент или верующий делал подобное заявление. Конечно же, времена Аладдина и его лампы давно прошли. Возможно, их никогда и не существовало. Так что с волшебной палочкой, ковром, самолетом и всеми этими вещами из сказок и легенд, когда я говорю о чудесах, я имею в виду те вещи, которые могут быть совершены с помощью веры. Я верю в твою веру. Верь в себя, верь в людей, с которыми ты связан, верь в некую силу, верь в то нечто, что управляет судьбами каждого человека. И если ты сможешь обрести эту веру и рассеять негативную сторону, ничто в этом мире не сможет помешать тебе обрести то, чего ты желаешь. Верь в себя, хотя это может показаться банальным. Ты можешь получить все, что угодно, если действительно этого захочешь. Все мы склонны все просчитывать и взвешивать, позволяя негативной стороне выползти на передний план, и наши мысли проявляются в таких замечаниях, как этого нельзя сделать. Мне очень страшно. А что будет, если я это сделаю? Люди меня не поймут. Это не стоит затраченных усилий. У меня нет на это времени. И тому подобное устное алиби. Если ты не высказал эти мысли самому себе, значит другие высказали их тебе, и благодаря силе внушения ты принял их как свои собственные выводы. К чему эти алиби? Одно и то же послание было написано и передано тысячи раз. Оно проходит через всю Библию, его можно найти в великих братских орденах, им руководили три мудреца, его несли крестоносцы. Каждый выдающийся персонаж истории пользовался им. Моисей, Александр Македонский, Наполеон, Шекспир, Вашингтон, Линкольн, Рузвельт, Вильсон, Бенджамин, Франклин, Эдисон, Доктор. Штейнвиц, Барнум и тысячи других людей имели представление об этом чем-то особенным. Мудрецы всех веков, знахари, религиозные лидеры, великие учителя, жрецы майя, йоги, целители-целители-целители-целители, чудотворцы. Все они знали этот секрет. Кто-то действовал по-своему, кто-то по-другому. Мудрецы знали, что они всего лишь человеческие существа. Если они знали и могли чего-то добиться, то и ты сможешь это сделать. Остановись, подумай, поразмысли. А что же заставило Муссолини сделать это? Что же такого есть у Эми? Это Джипси Смит. Билли Санди. Вера, вера, вера. Только это и есть способность убежденного верующего человека передать это другому человеку. Именно в этом заключается лид-мотив всех великих религий. Все великие дела начинаются с одного человека, с одного верующего. Не имеет никакого значения, откуда у них изначально взялась эта идея. Все великие изобретения являются результатом всей этой схемы в целом. Верь, 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 верь в себя, в свои идеи. Все суперпродавцы знают об этом, они используют свою силу, вот почему они суперпродавцы. Каждое общественное движение, каждое движение вперед, все стоящее приносит успех, потому что у кого-то есть вера, и он способен передавать ее дальше и дальше. Подумай об этом хорошенько. А затем подумай об этом еще немного и подумай об этом еще раз. Поразмышляй над этим, и ты поймешь, что каждое твое слово – чистая правда. Многие завидуют мужчине или женщине, добивающимся успеха в финансовом плане, обладающим властью и влиянием. Ты когда-нибудь пытался найти этому объяснение? Все, что кто-либо когда-либо делал конструктивно, делалось изнутри него самого. Не надо завидовать. Неужели каждый из нас, если встать на правильный путь, сможет достичь того, к чему он или она стремится, держа перед собой мое собственное выражение лица? Если ты в это веришь, то это так и есть, и если принять старую пословицу, где есть желание, там есть и выход. Другими словами, заставь эту силу воли, эту веру, это убеждение работать каждую минуту дня, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И я обещаю тебе, что если это будет сделано, ты оставишь людей вокруг себя в том прогрессе, которого ты добиваешься. Быстро, как высокочастотные электрические разряды, колеблющиеся в эфире. Сделай паузу и задумайся на мгновение. А что такое организованная пропаганда? Не более и не менее, как хорошо разработанный план, направленный на то, чтобы заставить тебя поверить. Ты видел, как это работало в дни войны, и если ты хорошо разбираешься в том, что происходит вокруг тебя, ты знаешь, что сегодня это работает во всех сферах человеческой деятельности. Точно так же, как это было, это работало тысячи лет назад и работает так, как работает всегда. Если ты читаешь газеты, слушаешь радио и будешь помнить о моей теме, ты поймешь, что все эти речи наших лидеров, наших великих руководителей, которые звучат к нам с часовой регулярностью, произносятся с определенной целью заставить нас поверить. Эти люди знают, что это работает. Остановись, подумай хорошенько, медитируй. Махатма Ганди, прибыв в Англию в поисках решения проблем Индии, сказал, я делаю это потому, что во мне говорит внутренний голос. И при этом он ссылался на что-то идущее изнутри. Называй это силой, называй это чем-то сверхъестественным, называй это как угодно. Одни называют это субъективным разумом, другие подсознанием, третий инстинктом, третий универсальной мыслью, третий импульсами, исходящими изнутри, как предчувствие. Это божественные послания. Спиритуалисты называют это голосом из потустороннего мира. Что бы это ни было, это приносит свои результаты. А сейчас я покажу тебе, как его обрести. Голос говорит первым, однако позволь мне подготовить почву, обратив внимание на эффект повторения или повторения. К примеру, возьми пневматическое долото. Ты видел, как такое долото используется для разрушения твердого бетона или пробивания отверстий в стали. Именно удар этого долота с огромной силой приводит к разрушению частиц и оставляет вмятину или отверстие в предмете, на котором оно используется. Все мы слышали о старой системе пыток, заключающейся в том, чтобы капать водой на лоб. Возможно, ты знаком с книгой Киплинга «Сапоги». Именно то под сапог сводит мужчин с ума. Именно это постоянное нескончаемое повторение пронизывает насквозь. Вы знакомы с первой частью картины и с тем, как повторение воздействует на материальные вещи, но некоторые из вас могут не до конца понять вторую часть. Но и здесь тоже именно повторение в конечном счете производит свое впечатление на человеческий разум. Основополагающим принципом рекламы является ее повторяемость, ее привлекательность за счет повторения. Сотни других рекламных материалов запечатлеваются в твоем сознании постоянным повторением. С помощью науки повторения ты научишься умножать числа. Все, что ты когда-либо запоминал, запечатлевалось в твоем сознании благодаря повторению. Тебе постоянно напоминают о необходимости снова и снова подтверждать свою веру в свои религиозные убеждения в одну и ту же науку. Повторяй, 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 повторяй. Связь между сознанием и подсознанием или субъективным разумом очень тесна. Каждый изучающий этот предмет знает, чего можно добиться, определенно установив контакт с подсознанием. Когда ты получаешь определенную детальную картину в своем сознании с помощью этого процесса повторения или повторения и заставляешь подсознание щелкать мышью. В твоем распоряжении оказывается поразительная сила. Это наука о внушении. Мы много слышим о силе внушения. Мы знаем, как легко сделать человека больным, постоянно внушая ему, что он плохо выглядит и так далее. Именно постоянный мысленный анализ своего преступления заставляет нарушителя закона признаться в содеянном. Будучи сотрудником газеты, я участвовал во многих сеансах третьей степени. Я видел, как детективы и прокуроры загоняли в угол одного человека и засыпали его вопросами до тех пор, пока его лицо не покрывалось испариной. Именно смертельно опасное повторение, повторение, постукивание, 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 постукивание с помощью силы внушения приводит к признанию вины. Опытные обвинители и умные защитники апеллируют к эмоциям присяжных заседателей, но никогда к сознательному разуму. И как же им это удается? Просто повторяя и подчеркивая раз за разом те моменты, которые они хотят подчеркнуть. Они делают это с помощью слов и различных аргументов. За всем этим стоит постукивание, 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 подсознание, заставляющее челюсти верить. Если ты будешь постоянно помнить об этой идее повторения, ты поймешь, почему представители определенной расы людей так преуспевают в бизнесе. Когда семьи собираются вместе, предметом разговора становится бизнес, 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 бизнес. Они обсуждают свои проблемы, они постоянно держат перед собой идею зарабатывания денег и достижения прогресса, и никогда ни на минуту им не позволяется забывать. И они держатся вместе идею о том, что он был рожден по необходимости точно так же, как машины или изделия рождаются по необходимости. Всем нам знакома старая пословица о том, что необходимость – мать изобретательности, и это справедливо в отношении всех человеческих порывов и начинаний. Утопающий хватается за соломинку, а умирающий с голоду – за корку хлеба. Импульсивные порывы возникают тогда, когда ты сталкиваешься с ними лицом к лицу. Ты, кто был там, знаешь, на что тебе приходилось полагаться в моменты острого давления и слышал ли ты тихий внутренний голос или нет. Не может быть никакого смысла говорить о том, что как только ты решишь что-то сделать, это будет сделано. Но беда большинства из нас в том, что мы уклоняемся в сторону, колеблемся и редко решаемся на то, чего мы хотим, или четко определяем путь, по которому мы хотим двигаться. Путешествуйте. Все мечты и желания наяву стали бы реальностью, если бы мы постоянно держали их перед собой, оставили страх позади, отбросили все сомнения, если нет и нет. Опять же, многие из нас думают, что знают, чего хотят. Хотя на самом деле это не так. Это звучит парадоксально, но если бы каждый из нас знал, чего он хочет, он бы этого добился, при условии, что у него есть сила воли, выносливость, динамическая сила. Желание бороться за идите за этим следом. Куда ты направляешься? Поэтому первое, что нужно сделать, это набраться решимости и решимости. Этого можно добиться, постоянно повторяя себе. Я сделаю это. Я сделаю это, Велем. Я сделаю это и верьте в это. Тогда, прежде чем ты успеешь оглянуться, у тебя разовьется сила воли, которая в сочетании с другими вещами, которые я собираюсь объяснить, изменит всю твою жизнь. Продумайте план действий и выведите вас на путь к успеху. Если у тебя нет желания улучшить свою собственную индивидуальную жизненную позицию, то тебе лучше прямо сейчас прекратить читать и сжечь это письмо. Однако, если у тебя есть такое желание, ты уже на пути к прогрессу. Независимо от того, являетесь ли вы продавцом, руководителем, механиком, писателем или кем-то еще. Стремитесь ли вы к деньгам, любви, улучшению социального положения, к профессии юриста или врача, это не имеет абсолютно никакого значения. Ты можешь использовать эту силу и приобрести любую вещь, которую захочешь, будь то пара туфель или особо. Чего же ты хочешь? Теперь, если у тебя есть желание, фундамент уже заложен. Получи идеальную детальную картину того, чего именно ты желаешь. Если речь идет об увеличении объема продаж, зафиксируй точные суммы. Если это то, что ты хочешь, чтобы другой человек сделал для тебя, любовь женщины или любовь мужчины, новый костюм или новый автомобиль, всякое-всячина и все такое прочее. Независимо от того, чего ты добиваешься в рамках этой системы, ты можешь получить это при условии, что объект твоего желания является морально правильным, а картина определенной и позитивной. Тот, кто знает, как сажать растения, не допустит, чтобы его растения вырвали с корнем. Тот, кто знает, как держать что-то в руках, не допустит, чтобы это у него отняли. Лао Цзи, китайский мистик, родился в 600 году до нашей эры. Когда у тебя в голове сложится четкая картина, начинай использовать систему «постукивай-постукивай», как я описал. Это будет повторение, повторение этой картины в подсознании, которая заставит тихий внутренний голос заговорить. И указать тебе точно и научно, как вы должны продолжать действовать, чтобы получить то, что вы хотите. И как только он заговорит, немедленно приступайте к активным действиям. Тогда, по мере того, как вы будете двигаться, все препятствия растворятся в воздух. Примите на вооружение эту систему касаний, идея которой состоит в том, чтобы постоянно держать картинку или картинки перед собой. В качестве вспомогательного средства для визуализации желаемых вещей и для того, чтобы они занимали главное место в ваших мыслях. Напишите их словесное изображение на нескольких маленьких карточках. Размер визитной карточки очень удобен. Всегда держите их при себе и просматривайте как можно чаще, имея в виду, что чем чаще вы будете смотреть на них и визуализировать картинки, тем более прочными станут впечатления, запечатлевшиеся в вашем сознании. В качестве моего предложения приколите одну карточку над зеркалом, чтобы вы смотрели на нее утром, когда будете бриться. Позвольте деталям ваших желаний, изложенным на карточке, увеличиваться по мере того, как вы продолжаете развивать мысленные образы. Возьмите с собой еще одну карточку, на которую удобно смотреть, пока вы едите свой обед или ужин. Используйте эти карточки еще раз перед тем, как лечь спать. Продолжайте в том же духе. Стучите, 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 стучите. Однако нет смысла записывать свои желания до тех пор, пока вы не решите, что каждая деталь того, чего вы хотите, должна быть запечатлена навсегда в ваших мыслях. Оставаться там до тех пор, пока они не станут реальностью. Используй маленькие карточки и помни, что повторение одной и той же мысли, одного и того же предложения делает картину позитивной. Когда ты хорошенько вникнешь в это, ты поймешь, почему мысль всегда соотносится со своим объектом. Задумайся на минутку, откуда взялись пароход, локомотив, автомобиль, электрический свет, швейная машинка, радио, пишущая машинка и еще миллион предметов и удоб. Все это было мыслями или мысленными образами в сознании людей до того, как они стали реальностью. Все на этой земле, за исключением того, что создано природой или предоставлено ей, является результатом постоянного размышления. Сильные мысли притягивают к себе мысли. Соприкосновение с этим чем-то приводит к проявлению всего сущего, за исключением природных явлений. Одна единственная мысль, за которой нельзя проследить, вспышка, которую нужно отбросить или потерять, подобно выскакивающей пробке, бесцельной и бесцельной. Однако одна и та же мысль, образ вещи, которую ты хочешь сохранить постоянный, всегда притягивает этот объект, точно так же, как притягивает магнит. Чем больше и мощнее магнит, тем больше его притягивающая сила и также обстоит дело с устойчивыми мыслями. Чем мощнее она становится, тем больше притягивает к себе. Точно так же, как огромное увеличительное стекло, притягивающее солнечные лучи и сфокусированное на определенном месте, прожжет дыру. Точно так же будет соотноситься мощная устойчивая мысль, яркая мысленная картина, направленная на свой объект или на него. Однако ты должен мысленно представить себе картину своего объекта или идеала как реальность. Воспринимай каждую деталь этой картины как существующую именно так, как ты хочешь, чтобы этот объект или идеал существовали на самом деле. И тогда, словно по волшебству, цепочка сама собою сольется воедино. А теперь вернитесь назад и перечитайте это письмо еще раз, пока оно не запечатлеется в вашем сознании навсегда. В качестве дополнительного средства концентрации внимания, дополните выше приведенную формулу с помощью зеркала. Ежедневно и как можно чаще изучайте свое отражение в зеркале. Заглядывайте глубоко в свои глаза до тех пор, пока не увидите, как в них разгорается огонь энтузиазма, а холодная стальная решимость сменяется сомнениями и нерешительностью. Досконально изучите себя и продолжайте говорить себе, куда вы идете и чего хотите. Рано или поздно вы увидите, по крайней мере мысленно, отражение своих самых сокровенных желаний в зеркале, и ваши мечты наяву начнут обретать форму. По мере того, как вы постигнете науку, лежащую в основе этой темы, вы поймете, почему многие могущественные персонажи использовали эту идею зеркала с большой эффективностью. Как только картинки будут четко очерчены, ни на мгновение не позволяйте им ускользнуть. Держите их стальными лентами. Воспользуйся своим зеркалом, так что используй все, что называется удачей. Большинство мужчин играют с ней в азартные игры, выигрывают все и теряют все по мере того, как вращаются ее колеса. Но не оставляешь ли ты эти выигрыши незаконными и не разбираешься ли в причинах и следствиях? Посланник Божий в своей воле будет трудиться и приобретать, а ты приковал цепями колеса судьбы, и будешь сидеть отныне из страха перед ее вращением. Постоянная практика Эмерсона, основанная на уверенности в себе, записывать свои желания и пользоваться зеркалом, будет творить чудеса. Вскоре ты сможешь формировать картинки по своему желанию, не используя ни карточек, ни зеркал, и ты обнаружишь, что почти автоматически подключаешься к подсознанию. Практикуйся, практикуйся, всегда продолжай постукивать. Не бойся переусердствовать или стать экстравагантным в своих желаниях и желаниях, потому что, как я уже говорил, ты можешь получить все, что пожелаешь. Но ты должен научиться делать именно то, что я тебе говорю. Начни желать и исполнять свои желания, когда ты визуализируешь и сохраняешь эти картины постоянными, за ними последует действие. Потому что действие, в конце концов, это не что иное, как заряженная энергия и мысль. Никогда не теряй своего видения, своих мысленных образов, ибо, как сказал царь Соломон почти три тысячи лет назад, там, где нет видения, люди погибают. Имей в виду, что вся эта тема так же стара, как и сам человек. Единственное, что я хочу сделать, это изложить тебе суть сегодняшнего дня в словах и обрисовать простую механическую систему, которой может воспользоваться любой желающий. Как мы все знаем, доказательство полезности пудинга заключается в том, чтобы его съесть, и если у тебя есть какие-либо сомнения относительно того, прав я или нет. Я даю вам точную научную информацию, попробуйте сами. Автомобиль начнет обретать форму, ты получишь новые ботинки, а кирпичи особняка встанут на свои места так, словно к ним прикоснулась волшебная рука. Я это знаю, я верю в это, и это действительно так. Тебе что-нибудь известно об эффективности молитвы? Что такое молитва, как невыражение искреннего-искреннего-искреннего желания или желания? Сказал великий учитель. Чего бы ты ни желал, когда ты молишься, верь, что ты получишь это, и ты это получишь. И это истинная правда. Все мы знаем, как наши собственные желания влияют на нас самих, и как великие желания влияют на события. Каждое экономическое изменение на протяжении веков было вызвано желанием человека принести пользу самому себе. Однако мы должны верить, иметь веру, иначе наши самые сокровенные желания превратятся просто в лопающиеся мыльные пузыри. Великий учитель также сказал, если ты можешь верить, то все возможно для того, кто верит. Я указал на то, как вера, вера зарождается и поддерживается постоянно и благодаря повторению, повторению одной и той же мысли. Теперь все остальное зависит от тебя. Всегда помни, как я уже говорил, что ты взываешь к подсознанию о том, что что-то глубоко внутри тебя все мы, универсальная мысль, обращенная к могущественной силе, стоящей за этой всемогущей мощью, к высшему разуму, или как вам угодно это называть. Легче плыть по течению, чем бороться с ним, но ты должен быть в гармонии с другими людьми, со всем, что тебя окружает. Больше не позволяй своему дыханию действовать только в согласии с воздухом, который тебя окружает, но пусть теперь твой разум также будет в гармонии с разумом, который охватывает все вещи. Это слова великого философа. Древние люди постигали это еще в древности. Мне нет необходимости объяснять, что я предлагаю тебе привести себя в соответствие с самим потоком жизни. Ты, кто разбирается в этом, по достоинству оценишь тот факт, что природа предоставляет пути и средства для правильного развития всего сущего. Поразмышляй немного, и ты поймешь, что я излагаю истины, о которых многие, возможно, забыли. Существует великий фундаментальный закон компенсации, который делает все правильно. Нет никакого установленного правила для того, чтобы что-то делать, потому что некоторые из нас поступают так, а другие иначе, точно так же, как два человека переходят реку. Один идет по одному мосту, а другой по другому, но в конечном итоге они оба попадают в их пункт назначения. Другими словами, после того, как все будет сказано и сделано, главное результат, и если ты решишься именно на то, чего ты хочешь. И будешь следовать простым правилам, приведенным здесь, все, к чему ты стремишься, будет твоим. Я это знаю, я верю в это, и это действительно так. После того, как ты овладеешь этой силой, не позволяя результатам ее использования удивить тебя, чудеса обязательно свершатся. Ты сделаешь то, что раньше считал невозможным. Также, несомненно, как ночь сменяет день, результаты последуют самым поразительным образом. События будут приходить к тебе из самых неожиданных источников. Идеи для достижения поставленных целей будут появляться то здесь, то там, а затем доводиться до конца. Другие люди могут сказать, что то, что происходит с тобой, является простым совпадением, но тебе повезло и так далее. Не обращай внимания на то, что они говорят. Они насмешники, неверующие и невежды. Оставайся непоколебимым в своей вере в то, что они являются результатом твоих собственных трудов, вкупе с чем-то еще. Используя эту силу, ты создаешь мощные вибрации среди невидимых сил. Поэтому тебе не следует рассказывать кому бы то ни было, даже своим самым близким, друзьям или родственникам, о своих самых сокровенных желаниях или желаниях, о своих глубоко укоренившихся амбициях. Держи их при себе, ибо если какой-нибудь человек узнает, чего ты добиваешься, он может сознательно или бессознательно, из-за зависти или что-то еще, создавайте встречные вибрации. Ставьте препятствия на вашем пути и всячески пытайтесь помешать вам. Если преграды случайно упадут или окажутся у тебя на пути, перелезай через них или обходи стороной, беспечно насвистывая. Пока никого не осталось, помни, что от тебя полностью зависит, какие картины ты создашь, будешь поддерживать постоянными и впоследствии воплотишь в реальность. Проанализируй вот это. Сегодня ты находишься именно там, куда привели тебя твои мысли, куда привели тебя твои мысли, и завтра ты будешь там, куда привели тебя твои мысли. Мысли захватывают тебя с головой. Ты абсолютный босс. Поэтому всегда имей в виду, что единственный предел – это тот предел, который ты устанавливаешь для себя и помни, что ты начинаешь со своих мыслей. Для достижения некоторых целей может потребоваться больше времени, чем для достижения других. Но никогда не отчаивайся, Рим был построен не за один день. Просто сохраняй свою веру, свою веру и продолжай постукивать по клавишам. К тебе и твоим мечтам добавится еще много чего нового. Самые позитивные картины обязательно сбудутся. Помни, что ничто не может остановить тебя, кроме тебя самого. Я знаю это, я верю в это, и это действительно так. Я тоже принадлежу к числу тех, кто считает, что все вещи относительны. По моему мнению, если человек может заработать один доллар, то он с таким же успехом может заработать и десять. Если у него есть два костюма одежды, он может получить десять долларов. Разница заключается лишь в количестве энергии, которое он готов потратить, и это касается приобретения от ста до тысячи долларов, а с этого момента остается только добавить шифры. Нет никаких ограничений в том, что человек может сделать или чего он может добиться, при условии, что он примет решение и будет упорно и решительно двигаться к своей цели. Загляни внутрь себя. Внутри тебя находится источник добра, и он когда-нибудь забурлит, если ты будешь копать глубже. Есть древняя поговорка, которую я сказал под взрывающимися колпачками. Будь осторожен в том, как ты используешь силу, которая должна принадлежать тебе. Она подействует как бумеранг и уничтожит тебя и все, что тебе дорого, если ты используешь ее во зло. Поэтому используй ее только для того, чтобы сделать тебе и другим как можно больше добра и принести счастье себе и окружающим. Не говори и не хвастайся тем, что ты, возможно, сделал для других или своими добрыми делами. Они будут говорить сами за себя. Просто продолжай благодарить Бога за то, что ты уже на своем пути. Этого достаточно. Используй это только во благо. Что же такое личность? Что же это такое, когда ты оказываешься в присутствии другого человека, обладающего индивидуальностью, что захватывает тебя? Что же именно заставляет тебя чувствовать само его присутствие, что затмевает тебя? Это не что иное, как динамическая сила в сочетании с силой воли, которая черпается из этого огромного резервуара подсознания. На свете есть миллионы людей, обладающих такой личностью. Некоторые говорят, что для них это естественно, возможно, так оно и есть, но они бессознательно используют эту силу. Другими словами, им как бы навязали ее, и когда эта штука, называемая личностью, подкрепляется силой воли, все приходит в движение. Ты все понял? На мой взгляд, продажи облигаций, книг, одежды, страховок, услуг по электричеству, стиральных машин, ничем не отличаются от продажи любых других товаров. Другой товар, продающий себя или продающий идеи. Я обнаружил, что пытаюсь воплотить в жизнь ту или иную идею. Во-первых, мне пришлось поверить в эту идею самому. Мечтай об этом, ешь вместе с ней, ешь вместе с ней. Я должен был иметь это при себе каждую минуту дня до тех пор, пока это не стало частью меня самого. Я снова возвращаюсь к старой идее повторения. И я знаю, что это работает при продаже товаров. Ты должен знать, о чем говоришь, и только упорная, личная, настойчивая, интеллектуальная учеба позволит тебе добиться этого. Еще одна вещь заключается в том, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире вокруг тебя. Ты никогда не знаешь, чем может заинтересовать потенциальный клиент, и иногда бывает необходимо привлечь его внимание или полностью отвлечься от несущественных тем. Именно поэтому я повторяю еще раз. Читайте газеты, актуальные периодические издания и читайте их внимательно. Я не имею в виду ознакомиться со всеми подробностями какого-нибудь убийства или самоубийства, но ознакомьтесь с дайджестом новостей за день. Проснись и узнай, что с тобой происходит. Прояви понимание, будь в курсе мировых событий. Чем лучше информирован человек, чем лучше он информирован, тем лучше он подготовлен к тому, чтобы получить то, чего он хочет. Не забывай, что знание – это сила. Все вы должны знать, что к этому времени тот, кто знает других, уже умен, но тот, кто знает себя, уже просветлен. Исходя из высказываний мудрого восточного человека, увеличивайте свои знания, и сфера вашей деятельности расширится, и желание чего-то большего, большего придет автоматически. По мере того, как они это сделают, вещи, о которых вы раньше думали, что хотите, станут для вас тривиальными, станут для вас тривиальными и будут игнорироваться. Что является еще одним способом сказать, что в конечном итоге вы попадете в свой фургон к звезде, и когда вы это сделаете, вы будете двигаться с молниеносной скоростью. Учись, учись и работай. Развивай в себе остроту наблюдательности. Жми на газ. Стань живым для себя, и ты передашь это другим парням. Обрети уверенность в себе, энтузиазм, и ты почувствуешь, как все вокруг тебя вибрирует. И в этом заключается теория всего живого, такая же старая, как сам мир. Подобное порождает подобное. Смех порождает смех, доброе дело порождает доброе дело, богатство порождает богатство, любовь, любовь и так далее. Старый закон притяжения, изложенный в теории электрического магнетизма ампера, гласит, параллельные токи в одном направлении притягивают друг друга. И когда ты выходишь из будучи настроенными и антагонистичными, вы выводите других из равновесия и делаете их антагонистичными. Потому что параллельные потоки в противоположных направлениях отталкиваются друг от друга. Однако не подумай, что я дал тебе слишком большой поперечный рычаг, который позволит тебе сесть и, разговаривая сам с собой с помощью идей повторения, добиться того, чего ты хочешь. Потому что это никогда не сработает. У тебя должен быть поперечный рычаг, подкрепленный позвоночником. И это еще не все. Поперечные рычаги и позвоночник должны быть скоординированы и синхронизированы до такой степени, чтобы они работали в совершенной гармонии и когда они будут в гармонии. Вы обнаружите, что личность развивается. Тогда вложи в свою схему действия энергию и все будет двигаться у тебя перед глазами. Для достижения желаемых результатов нужны опорные точки, я так понимаю, что все мы восхищались этим энергичным типом личности. Я имею в виду того, у кого плечи расправлены, грудь выпечена, голова поднята вверх, голова поднята вверх и глаза насторожены. В любой организации легко выделить тех, чьи ноги отстают, чьи плечи опущены, чьи подбородки обвисли и чьи глаза смотрят пристально. Бездельники, бродяги, бездельники, лодыри. Первый раз измерьте себя. Затем изучите тех, с кем вы связаны, и вы сможете почти с первого взгляда определить, кто добьется прогресса, а кто обречен на неудачу. Каждое физическое движение рассказывает о какой-то истории. Каждая из них подчеркивает твою индивидуальность. Твое тело и твой разум находятся во взаимной взаимосвязи. Каждый из них действует и реагирует друг на друга. Движение твоего тела, выражение твоего лица указывают на то, как ты мыслишь. А теперь изучи себя получше. Посмотри в свои глаза. Еще раз взгляни в зеркало. Человек, которого ты видишь в зеркале, это тот самый человек, которого видит другой человек. Какое впечатление ты хочешь произвести на него? Это тоже зависит только от тебя. Ты сам знаешь, есть ли у тебя индивидуальность или нет. Если она отсутствует или не развита, решись на то, чтобы добиться этого. Ты можешь это сделать, и ты это сделаешь, когда примешь решение и поступишь так, как предлагается здесь. Если ты разовьешь в себе такую же целеустремленность, решимость двигаться вперед, то вскоре эта решимость отразится в твоих глазах. Ты слышал, как люди говорили, что у определенного человека пронизывающий взгляд, что он смотрит прямо сквозь тебя. В чем же дело? Ничто иное, как этот огонь изнутри, интенсивность или как бы ты это ни называл. А это означает, что человек, обладающий таким взглядом, обычно получает то, что хочет. Помни, что глаза – это окна души. Посмотри на фотографии преуспевающих мужчин. Изучи их глаза, и ты обнаружишь, что у каждого из них есть такая же напряженность. Поэтому я говорю, пусть это отразится в твоей походке, в том, как ты держишь себя, и пройдет совсем немного времени, прежде чем люди почувствуют твое присутствие. Когда ты пройдешь мимо, люди почувствуют твое присутствие. Когда вы проходите сквозь чье-то присутствие, когда вы проходите сквозь толпу, и отдельный потенциальный клиент почувствует эту индивидуальность, когда вы будете с ним разговаривать. Все это делается для того, чтобы объяснить, что для достижения прогресса необходим позитивный тип личности. И то, на что я указал, может быть использовано для того, чтобы развить в тебе позитивный тип личности. Негативный типаж погружается в пучину еще до того, как начинает действовать. Природа заботится о таких ситуациях с помощью древних знаний о выживании наиболее приспособленных. Мы знаем, что происходило во времена Спарты, когда детей предоставляли самим себе в младенческом возрасте, и только тем, кто выжил, давали еще один шанс. Отрицательный тип – это лодырь, или по-другому лодырь – это отрицательный тип, и хотя нет никакого смысла ходить вокруг да около и бить всех подряд. На носу только для того, чтобы начать что-то делать, всегда помните, что нехорошо позволять себе занимать оборонительную позицию, так как это является негативной стороной. Человек, который не хочет, чтобы его облизывали, не может быть облизан. Если тебя застигнут врасплох, и ты внезапно перейдешь в оборону, выходи из себя и переходи в наступление, потому что если ты останешься в обороне, то потерпишь поражение. Конечно же, для того, чтобы добиться такой интенсивности бытия, необходимо быть в добром здравии. Я не утверждаю, что сила воли – это лекарство для всех мужчин, у которых сломаны ноги и все такое прочее, но я действительно знаю, что постоянное применение теории здесь. В это поможет человеку с плохим самочувствием. Все вы наверняка слышали о докторе Эмиле Коуля, французе, который был в этой стране несколько лет назад и говорил людям, что они могут вылечить себя сами, если примут его план. Его идея состояла в том, чтобы ты каждый день говорил себе «Я становлюсь все лучше и лучше во всех отношениях». Просто задумайся над этим на минутку. Каждый день во всех отношениях. В этой идее не было ничего нового, не больше, чем в идеях, которые я излагаю. Вперед. Это просто еще один способ выразить всю схему в целом. Повторение, повторение, постоянное удержание в уме мысли о том, чего ты хочешь и какие позитивные мысли, в свою очередь, передаются в подсознание – вот что самое удивительное. Думай о здоровье, богатстве и счастье, и все это будет принадлежать тебе. По-другому и быть не может. Все мы знаем людей, которые постоянно говорят о болях в спине, головных болях или каких-то других болях. Они постоянно твердят об этом, и первое, что им приходит в голову – это повторение того, что боли становятся реальностью. Если у тебя что-то болит или болит, то нет смысла говорить об этом. Так же, как и нет никакого смысла говорить о твоих заботах, твоих неприятностях. Не стоит говорить о них. Не думай о них. Тогда они не будут всплывать у тебя в голове. Именно повторение удерживает их там именно благодаря этому повторению. Переключи свои передачи, поверни процесс вспять. Отойди от негативной стороны и стань позитивным человеком. Думай утвердительно, и как только ты поймешь, что все твои боли, тревоги и неприятности исчезнут, сразу же исчезнут. Если тебе причиняет боль какая-либо внешняя вещь, то тебя беспокоит не эта вещь, а твое собственное суждение по этому поводу. И в твоих силах избавиться от этого суждения прямо сейчас. Но если что-то в твоем собственном характере причиняет тебе боль, кто мешает тебе исправить свое мнение? Философия веков такова, когда поезд с грохотом проезжает по рельсам перед тобой, ты нажимаешь на тормоза своего автомобиля. Переводишь передачу в нейтральное положение и запускаешь двигатель на холостой ход. Ты снова отправляешься в путь, как только поезд проезжает мимо, но ты, конечно же, не переключаешь передачу на задний ход и не едешь задом наперед. Ты едешь задним ходом? Сравни себя с шестеренками своего автомобиля. Поставь все страхи, тревоги, неприятности, боли и страдания на место задним ходом. А когда что-то пойдет не так, просто жми на тормоза и работай на холостом ходу до тех пор, пока не сможешь ясно видеть дорогу впереди. В кайфе есть все, чего ты желаешь. Здоровье, богатство, счастье, успеха. Никакая сила в мире, кроме твоей руки, не может перевести передачу твоего автомобиля в обратное положение. Если твои собственные передачи включатся задним ходом, помни, что ты один приводишь их в действие. И ты приводишь их в действие своими собственными мыслями, потому что нет ничего ни хорошего, ни плохого, кроме того, что мышление делает это таковым. Поэтому, когда ты думаешь, ты двигаешься либо вперед, либо назад, на высокой передаче или задним ходом. Когда ты ставишь себя на заднюю передачу, волнуешься, волнуешься и волнуешься, ты пользуешься краном. Идея крана заключается в том, чтобы воплотить в жизнь то, чего ты больше всего хотел бы избежать. Примерно 3,5 года назад Иов сказал, «Ибо то, чего я очень боялся, обрушилось на меня, и то, чего я тоже боялся, обрушилось на меня». Конечно же, они пришли к нему, потому что он в своих страхах представлял их себе. Он использовал непреложный закон, чтобы привлечь их. Точно так же, как ты воплощаешь в реальность хорошие вещи, которых ты хочешь, удерживая позитивные мысли постоянными, точно так же ты привносишь плохие вещи. Те, которых ты боишься, удерживая позитивные мысли постоянными. Волнуйтесь, негативные мысли постоянно преследуют вас. Если ты дочитал до этого места, то должен понимать, что когда ты следишь за своими мыслями, то и твои мысли будут заботиться о тебе. Так что же же это будет за дело? Горе, неприятности, плохое самочувствие, беспокойство, неудача или здоровье, беспокойство, неудача или здоровье, богатство, счастье, успех. Все это полностью зависит от тебя. На этой земле нет власти, но ты можешь направлять свои мысли и использовать свою волю, чтобы поддерживать свои мысли позитивными. Это вопрос, находящийся исключительно под вашим контролем. Поэтому, не теряя времени, возведи стальную стену с правой стороны передачи заднего хода, закрой дверь вчерашнего дня. Всегда держите ее закрытой, затем переключитесь с низкой передачи на высокую и оставайтесь на ней. И что же это будет за блюдо? Те из вас, у кого есть собственный бизнес, увеличивают свой бизнес, а если вы являетесь продавцом, то и объем продаж в результате вашего собственного мышления. Когда другие говорят вам, что дела идут плохо, дела идут плохо, вы идете на поклон и так далее. Если вы примете их мысли и сделаете их своими собственными, ваш бизнес пойдет на пользу, вау, не сомневайтесь в этом. Затем, когда вы разговариваете с другими, опустив подбородок на грудь, ваши ноги волочатся перед профессиональным скорбящим, затем вы нажимаете на них вниз. И чем больше вы распространяетесь, и чем больше говорите, постукиваете, постукиваете по одной и той же истории, особенно если вы думаете и говорите с убежденным видом. Чем больше вы думаете и говорите с убежденным видом, тем больше вреда вы наносите. Ты порождаешь мысли, а на самом деле страх, вибрации, которые имеют далеко идущие последствия. Мысли о страхе ужасно заразительны и распространяются со скоростью лесного пожара. И наоборот, когда ты направляешь свои мысли, визуализируя их на увеличение своего бизнеса, объема продаж, прибыли и так далее. Не испытывай никаких собственных опасений, держи свой разум закрытым от нисходящих мыслей других и вкладывай энтузиазм, энергию и действия в свою программу. Свой бизнес, свой программа, ваш бизнес, ваши продажи автоматически увеличатся. Ты должен всегда иметь в виду, что интенсивный огонь энтузиазма, исходящий изнутри, превращается в пожар, который воздействует на всех на твоей длине волны до тех пор, пока ты его излучаешь. Вибрации, которые ты создаешь своими мощными лучами энтузиазма, вдохновляют других, поднимают их, строят и привлекают бизнес. Точно так же, как вибрации страха давите на других, отталкивайте и уничтожайте их. Закрой глаза. Это неоспоримый факт, независимо от времени, что всегда найдется какое-нибудь дело для человека, который верит в его существование и стремится к нему. Но ни одного для человека, который уверен, что его нет, ни одного для человека, который уверен, что его не существует и не прилагает никаких усилий для этого. Двигайся. Прими участие в этом эксперименте и убедись в этом сам. Любая нисходящая или восходящая тенденция в нашей мировой экономической системе полностью обусловлена тем, как мы мыслим. Когда великие мировые лидеры, государственные деятели, финансисты, редакторы, издатели, экономисты. Те, кто направляет мысли миллионов людей во всех уголках земного шара и влияет на них, позволяют подавленным мыслям проникать внутрь в их схему. Затем подавленные мысли и вибрации страха включаются в схему тех же самых миллионов, и бизнес практически заходит в тупик. Когда мировые лидеры меняют свой образ мышления, отбрасывают страх и движутся вперед, а не назад, тогда мысли миллионов людей меняются к лучшему. И по мере того, как они мыслят конструктивно, бизнес улучшается. Мысль движет миром, остановись и поразмышляй над этим несколько мгновений. Ты поймешь, что мысль, действующая в обратном направлении, была тем великим основополагающим фактором, который привел к так называемой экономической депрессии. Человеческие существа остаются человеческими существами во всем мире, будь то в Праге или Тимбукту, все подвержены одним и тем же эмоциям. Одним и тем же влиянием, одним и тем же вибрациям, и что такое община, город, нация – это всего лишь совокупность отдельных людей. Как человек мыслит в своем сердце, таков и он сам. Как думают члены общины, так оно и есть. Как думает город, так оно и есть. И как думает нация, так оно и есть. Другого вывода сделать нельзя. Мы живем в период величайшего кризиса в истории человечества. Существует безграничная потребность в смелости и мужестве, но нет никаких поводов для уныния. С одной стороны, перед нами лежит путь к таким достижениям, к такому богатству и счастью, каких человечество никогда прежде не знало. Жена, даже в том виде, в каком мы знаем это сейчас, имеет свои вкусы. Временами она очень хороша собой. Мы сильно портим все это себе и друг другу страхом, безумствами, ненавистью, ссорами, подозрительностью и гневом. Нам нет никакой необходимости продолжать все портить. У нас нет того здоровья, которое могло бы быть у нас. У нас нет и десятой доли того счастья, которое мы могли бы иметь. Но в силах человеческой воли изменить все это к лучшему. Герберт Уэллс, великий английский литератор, это сила, это жизненная энергия, или, чтобы это ни было, неисчерпаемо, и использовать ее так легко, если у вас есть только ключ. Я полностью отдаю себе отчет в том факте, что психологи утверждают, что психологи утверждают именно это. Мало кто из людей действительно так думает. Я надеюсь, что это послание заставит тебя задуматься. Если ты отмахнешься от него, как от полной чуши, тогда я буду знать, что ты никогда не понимал и не ценил того, как великие персонажи истории, о которых я упоминал ранее, и многие другие, с которыми ты сам должен быть знаком. Придумали имена для сами по себе или заняли нишу в зале славы. Переключи передачу. Теперь настоящие люди, успешные люди, это те, кто создал себя сам, а не такими, какими их сделали другие. В конце концов, есть только два способа двигаться вперед и назад. А почему бы не двигаться вперед? Смотри вниз. На улице есть посторонний человек. Вся его беда в том, что ему не хватает позитивных идей. Если он думает, что ему плохо, значит так оно и есть. Если только он изменит свои взгляды на жизнь. Если он изменит свои взгляды, то у него все будет хорошо и хорошо. Мы все это знаем. Ты можешь переключить свои передачи, если только осознаешь это. Тебе уже рассказывали, как не давать задний ход, и это просто механический процесс для тебя самого. Пойми это правильно, и ты всегда будешь держать свои передачи включенными и двигаться вперед. На успех продажи влияет то, как заставить потенциального клиента думать так же, как ты, и если ты не веришь в то, что вещь, которую ты продаешь, хороша, то, очевидно, ты не сможешь заставить другого человека поверить в это. Верь в то, что у тебя есть товар, и это всего лишь простой здравый смысл. Так что для тех из вас, кто, возможно, занимается продажей, имейте в виду то, что я уже говорил ранее о том, чтобы знать свою статью и продавать себя. Именно в этом заключается 99% успеха продаж. Во-вторых, нужно проделать большую работу, связавшись с потенциальным клиентом. Ты должен понять, что подчинить других людей своей воле или заставить их поступать так, как ты хочешь. Это просто заставить их думать так, как думаешь ты, и это очень легко. Сказал Чарльз М. Шваб. Многие из нас думают о продавцах, как о людях, разъезжающих по городу с наборами образцов продукции. На самом деле все мы являемся продавцами каждый день нашей жизни, мы продаем наши идеи, наши планы, нашу энергию, наш энтузиазм тем, с кем вступаем в контакт. Также обстоит дело и с любым начинанием, особенно с продажей товаров, потому что вы должны контактировать с людьми. Продавайте себя, и когда я говорю контакт, я имею в виду контакт, я имею в виду контакт с ними лицом к лицу. День приема заказов прошел, и теперь добиться успеха могут только те люди, у которых есть на это силы. Все остальные пойдут ко дну. Ты не можешь обойти основополагающий закон выживания наиболее приспособленных. Поэтому забудь о приеме заказов и имей в виду, что единственный способ закрыть сделку, это заставить потенциального клиента думать так же, как думаешь ты. Лучше всего это сделать при личном контакте. Ты просто обязан находиться в его присутствии. Ты должен увидеть его реакцию. Действует старый закон причины и следствия, и ты должен приспосабливаться к тем условиям, в которых ты сталкиваешься с этой индивидуальной перспективой. Если ты намерен совершить продажу, а ты должен это сделать, если хочешь добиться успеха, не забывай о моей теме. Подсознание будет подбрасывать тебе идеи, подсказки, вдохновения, идеальный поток идей, которые будут направлять тебя правильно. Они укажут тебе, как войти в присутствие занятого человека, в уединение самого себя, и когда ты доберешься туда, встань на обе ноги. Следуй своим предчувствиям, будь начеку. Заставь его почувствовать твою индивидуальность. Знай, о чем ты говоришь. Прояви энтузиазм. Не пугайся. Ты такой же хороший специалист, как и он. И кроме того, у тебя может быть что-то такое, чего нет у него. А именно предельная уверенность, предельная вера в товар, который ты продаешь. С другой стороны, если он добивается успеха, значит у него тоже есть индивидуальность. Поэтому обязательно устанавливайте контакт в соотношении 50 на 50. Не принижай его достоинства, не позволяй ему принижать тебя. Встреться на общей почве. Сделай так, чтобы ты ему понравился, и когда ты ему понравишься, и когда ты ему понравишься, и ты ему понравишься, успех уже на подходе. Помни, что ты собираешься продать его. В командной работе есть сила. Дух патриотизма вбитый в тех из нас, кто служил в армии, сделал американские вооруженные силы такими, какими они были, и это дух патриотизма. Командная работа, решимость двигаться вперед. Вперед, который будет поталкивать нас вперед. Если это будет воспринято в том духе, в каком оно изложено и приведено в исполнение, ты станешь непобедимым, а если настроишься на нужный лад и направишь других в нужное русло. Весь мир будет принадлежать тебе. Когда страх берет верх над волей, ничего нельзя поделать. Но когда человек выбрасывает страх из своего сознания, весь мир становится его устрицей. Потерять немного денег – это не что иное, как потерять надежду. Это значит потерять самообладание и честолюбие. Именно это и делает мужчин калеками. Герберт Анн. Кассон, точно определи, чего ты хочешь, и используй данную механику, и ты откроешь для себя больше врат, открытых перед тобой, чем ты когда-либо мечтал. Меня не интересуют никакие пророческие объяснения. Меня интересуют только результаты. Тебя озарит свет, и ты ясно увидишь, как достичь того, к чему ты стремишься. Одни и те же принципы, одни и те же методы могут быть успешно применены к любому направлению деятельности. Способность добиться чего-либо убедительным образом полностью зависит от степени экспертных знаний, которыми ты обладаешь. С такой интенсивностью и целеустремленностью. Читай и учись, практикуйся, практикуйся, постукивай, постукивай, постукивай. Прежде чем закончить, я должен сказать тебе, что сознательный разум должен быть приведен восприимчивое состояние, чтобы получать идеи из субъективного или подсознательного мира. Конечно же, все мы знаем, что именно сознательный разум рассуждает, какими путями и что рассчитывает. Подсознательный разум не делает ничего из этого. Он просто передает свои идеи сознательному разуму. Открой дверь. Ты уже слышал, как многие люди говорят, играй на своих интуициях. А в чем же заключаются эти предчувствия? В чем же заключаются эти предчувствия? Откуда они берутся? Они проистекают из работы подсознания. Как говорят нам психологи, ты скоро поймешь причину того, что для того, чтобы привести человеческий разум в восприимчивое состояние, необходимо расслабиться. Если ты когда-нибудь лежал на массажном столе, и массажист говорил тебе расслабиться, тогда ты понимаешь, что я имею в виду. Позволь своему телу обмякнуть. Если у тебя возникнут проблемы с первым шагом, попробуй сделать это своей рукой. Двигай обеими руками, обеими ногами до тех пор, пока все тело не расслабится и ум автоматически не расслабится. Когда это будет сделано, сосредоточься на том, чего ты хочешь. Тогда у тебя появится предчувствие. Хватайся за них и выполняй так, как подсказывает тебе тихий голосок. Не рассуждай и не спорь, а делай то, что тебе говорят, и делай это немедленно. Расслабься и постукивай по клавишам. Ты поймешь, что имеют в виду психологи, мистики и студенты, когда они советуют тебе остановиться, расслабиться, ни о чем не думать. Когда ты хочешь обратиться к подсознанию и заставить заговорить маленький внутренний голос. По мере твоего дальнейшего продвижения, ты также начнешь понимать, что имели в виду провидцы Востока, когда говорили, расслабься, медитируй, войди в великое безмолвие. Продолжай медитировать, и твои проблемы исчезнут в небытие. Дорога впереди будет освещена светом, и твое бремя будет спадать одно за другим. Есть ли что-нибудь более ясное, чем продвижение пилигрима вперед? Мое послание ничем не отличается от того, что было передано там, только как я уже говорил, я изложил его тебе, возможно, другими словами. Покойный Томас А. Эдисон, объясняя свой успех в изобретательстве, сказал, «Я начинаю с использования своих накопленных знаний, но большинство моих изобретений уже завершены. С идеями, которые приходят мне в голову прямо из воздуха». Фреттут и Чарльз Далл, сотрудничавшие с мистером Эдисоном более 50 лет, разгадали секрет производства синтетического Каучука. Таинственное ничто, которое я цитирую из газетной статьи, датированной 2119 октября 31 года. В понедельник он, мистер Эдисон, начал впадать в ступор, но Дали и Арт были все еще упрямо стуча, решительно концентрируясь на своих экспериментах, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И вот во вторник вечером решение воплотилось в жизнь. Из таинственного небытия раздался тихий голосок, точно так же, как это всегда бывает, когда ты решаешь, чего хочешь и когда идешь к этому. Если твой собственный маленький внутренний голос подсказывает тебе, что ты должен о чем-то попросить, не стесняйся просить об этом. Тебе нечего бояться. Другой человек никогда не поможет тебе, если он не знает твоих желаний, поэтому ты должен попросить об этом. Прими изложенную здесь теорию и разумно практикуйся, и голос заговорит точно так же, как это было с Эдисоном, Артом, Дали и тысячами других. И ты получишь результаты, или они будут твоими. В фильме Юлий Цезарь Кассий он, худощавый и голодный, разговаривая с Брутом о власти римского императора, сказал, вина, дорогой Брут, заключается не в наших звездах, а в нас сами. В том, что мы являемся подчиненными. Как ты знаешь, об этом написал Уильям Шекспир, и он сам поднялся над обыденностью, используя эту силу. Если ты робкий, отсталый, загнанный в тупик и подчиненный, то это происходит из-за тебя самого. Вини в этом себя, а не звезды. Не вини общество. Не вини весь мир. Вини в этом самого себя. Еще раз повторяю, переключи передачу. Включи передачу на полную мощность и начинай двигаться. Кто же в этом виноват? Некоторые люди, не до конца понимающие тебя, могут сказать, что ты тщеславен, эгоцентричен или эгоистичен, но тебе все равно, что они говорят. Это те самые строительные леса, те, кто будет бросать камни на твою дорогу и всячески препятствовать твоему прогрессу. Те, кто понимает тебя, окажут тебе помощь. Они будут гореть желанием служить тебе. Самые умные люди начнут изучать тебя. Самые умные люди начнут изучать тебя, чтобы определить, что у тебя есть такого, чего нет у них, и попытаться узнать твой секрет. Я дал тебе возможность ухватиться за это, я в долгу перед тобой и начинаю двигаться вперед. Джордж Джин Натан, один из выдающихся критиков Америки, в сборнике жизненных философий заявляет, что он никогда не знал человека, который преуспел бы в жизни материальным путем, который не думал бы о себе самом первом, последнем и все время. Естественно, я не знаю, что именно Натан имел в виду, но я уверен, что он не имел в виду, что успешный человек эгоистичен до такой степени, что он не может помочь другим. Потому что если ты будешь следовать теме так, как я ее изложил, и встанешь на путь успеха, вас никто не заставит действовать безжалостно. По сути дела, служба приносит свои дивиденды. Верно, прямо противоположное, потому что ты обнаружишь, что тебе захочется делать благотворительные поступки. Добрые дела для других людей, оказывающих услуги, включающие, так сказать, выбрасывание крошек, и твою готовность сделать что-то приятное для другого человека. Это вызовет у него желание сделать что-нибудь для тебя. В этом нет ничего эгоистичного и эгоистичного. Все дело просто в причинно-следственной связи. Помни о законах притяжения, подобное всегда притягивает подобное, когда ты оказываешь услугу, тебе выплачиваются огромные дивиденды. В этом нет никакой тайны. Все обстоит именно так. Я сам хозяин своей судьбы. Я капитан своей души. Как человек мыслит в своем сердце, так он и поступает. Я знаю это, я верю в это, и это действительно так. Эта маленькая книжка сделает для тебя все, что требуется, но ты должен перечитывать ее до тех пор, пока каждое предложение, каждое слово не будут полностью поняты. А затем ты должен применить принципы и вкладывайте в это все свое сердце и душу. Сделай их частью своей повседневной жизни, и когда ты воплотишь предложенные идеи на практике, ты обнаружишь, что они будут работать точно так же, как работали всегда и всегда будут работать. Если ты будешь предельно серьезен по отношению к самому себе, то поймешь, что вся эта схема очень проста. После того, как ты изучишь эту книгу и поразмыслишь над изложенными в ней идеями, ты по достоинству оценишь ту огромную силу, которая заключена в науке повторения мыслей и позитивных действий. Повторяя одну и ту же мысль, ты можешь поталкивать себя вверх или вниз, в зависимости от того, есть ли у тебя депрессивные или конструктивные мысли. И по мере того, как ты будешь мощно развивать себя, ты обнаружишь, что можешь влиять на других своими мыслями. Поэтому позволь мне еще раз предостеречь тебя от того, чтобы ты проявлял большую осторожность и не злоупотреблял своей властью. Наполняй свой разум хорошими конструктивными мыслями, а затем действуй со всей присущей тебе энергией, по мере того, как к тебе приходят идеи. Помни, что каждая постоянная мысль ведет к действию, за которым следуют результаты. Так что храни эту книгу при себе и перечитывай ее снова и снова. Изучай ее, перечитывай и изучай как можно чаще. Поначалу все шло хорошо. Человек сам сделал все это плохим. Ты творишь зло, и зло будет сотворено с тобой. Когда ты творишь добро, ты получишь добро в ответ. Ты можешь быть тем, кем пожелаешь, и иметь все, что захочешь, при условии, что ты готов заплатить за это вовремя обдуманно, приложив усилия и энергию. Теперь у тебя есть ключ к получению всего, чего ты желаешь. Желаю тебе удачи в твоих будущих начинаниях.